Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush Frontiers. Ну что же, у нас с вами Штормовой Атолл. Берегитесь подводного народа. Мы считали, что эти жестокие твари были уничтожены несколько десятков лет назад. Королевским флотом Линерии и братством Корсаров. После битвы за порт Тартуга мы чуть не утонули из-за коварных волн и постоянных нападений этих мерзких существ. Но смогли пристать к берегу опасного Штормового Атолла. Теперь мы готовимся к битве возле руин святилища Регнаса, владыки моря. Будем молиться, чтобы Регнас не дал погибнуть защитникам Линерии. Ну что друзья, поехали в бой. Уровень сложности легкий, потому что я знаю, что здесь будет очень сложно. Так, у меня Кащеюшка, как вы видите. Так, а это что у нас тут? Черный Корсар. Хе-хе-хе. Лодочка. Так, друзья, ловчий. 18 штук. Ага. Так, тут у нас какой-то маяк. Ух ты, ребята. Корсар может ставить мины, я смотрю. Так, у нас сколько дорожек, которые мы должны защитить? Две. Помощи у нас здесь никакой я не вижу. То есть ее не будет, судя по всему. Вау. Морская часовня. Это что такое у нас? Восстановите святилище, чтобы добиться расположения Регнаса. Пятьсот стоит. Слушай, мне что-то неохота пока тратить. Боевой песа 20 штук здесь будет. Так, ну что, друзья, наверное, мы вот здесь вот. Да и здесь тоже надо ставить защиту. Так. Поставим вначале нашу пехоточку, да, сюда. Как-то вот так вот мы ее сделаем. Только вот сюда переместим. Кащеюшку, наверное, мы вот сюда поставим. Слушай, а вот эти вот ловчие, скорее всего, будут плыть вот здесь. Не зря у нас тут корсар, который все, как говорится, забрасывает минами. Давай мы, наверное, сюда вот башню лучников поставим, да? Для начала. И, наверное, башню магов. Не знаю, ребята. Так, башня некроманта. Пускай будет. Так, прокачаем, наверное, немножечко наших бойцов. И еще 330 монет у меня есть в запасе. Поэтому, наверное, мы поставим с вами башню магов. Пускай будет. Ну что, давайте смотреть, кто и что у нас тут. Ага, псы. Ладно, с ними, я думаю, мы справимся довольно легко. Там у нас ловчие бегут. Так, они пойдут. Опачки, они пойдут. Оу. Если бы я знал, что у нас вот так вот все это будет дело. Так, Кощей, Кощей, Кощей. Я не знаю, что нам... Нам, наверное, надо с тобой туда перемещаться. Что, придется использовать или нет? Пока не знаю. Друзья мои, пока я не знаю, что нам тут лучше сделать. Давай поставим лучников для начала. Так, пока вроде бы все хорошо. Никто пока пройти не может. Нам надо прокачать наших пехотинцев, да? Так, слушай-ка. А вот этих вот ребят надо, наверное, вот сюда вот поставить. Куда это они побежали? Я что-то не понял. Ну ладно, это их не право. Не хотят сюда забегать? Как хотят. Нам даже лучше будет так. Ну что же, я думаю, что нам нужно будет форт арбалетчиков здесь поставить. Так, значит, они ходят вот так вот. Ага, тут, друзья, вот тут уже, скорее всего, и вот тут пойдут. Хм. Ну, проверим. Кощей нам надо будет вот тогда вот сюда устанавливать. Слушай, не забываем, что у нас вот есть морская часовня. Надо будет ее еще, наверное, прокачать. Так, маг бомбит потихонечку, это хорошо. Это очень, друзья, хорошо. А зачем я сюда поставил? А, ну, потому что если враг пойдет отсюда, да, мы будем их расстреливать. Так, водный мир, убейте 50 плавающих врагов. Хорошо, мы с вами убили 50 плавающих врагов. Так, здесь метателей топоров или же... Нет, форт арбалетчиков я все-таки поставлю. Так, а кто у нас там? А, там Хонорик стоит. Я думаю, что они там делают? Так, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Расстреливай, Дракоша. Давай, Кощейушка. Ты смотри, что он там делает. Он, по-моему, пройти хочет, да? Успеем забомбить его. Не могу понять. Стреляем, стреляем и никак не подобьем. Подбили, молодцы, красавчики. Так, ну что, следующее, да? Воин прилива. А здесь боевой пес. Короче, здесь псы. Так, новый враг. Воин прилива. Легко бронированные ударные войска подводного народа, перемещающиеся на акулах. Слабая защита бросает сети и средняя скорость. Ну, если он слабак, то... Значит, мы его здесь быстренько, наверное, сможем подбить. Ну? Что-то я не вижу, ребята, чтобы он был слабаком. Довольно такой шустрый парень. На самом-то деле. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Кощей, давай, бомби его. Так, там приерчики у нас, я надеюсь, там постоят. Да? За отчизну. Нам нужно вот этого мага прокачать. Я, скорее всего, не буду делать никаких некромантов, потому что в них нет смысла, а будем обычных боевых магов делать. Я надеюсь, что от этого будет выгода. Так, и нам нужно еще вот здесь, ребята, форт арбалечков. Тихо, тихо, тихо. Вы куда там разогнались, парнишки? Вам стоять на месте и никуда не двигаться, елки-палки. Вот. Форт у нас сделан, но это мало. Нам нужно еще заградительный огонь прокачивать. Так, воин прилива, морской дьявол и ловчий. И все по воде, ребята, все по воде двигаются. Вот чтоб их. Нам, значит, нужно как-то здесь вот оборону здесь выставлять. И здесь тоже нужно выставить. Вот хорошо, здесь у нас бомбочки, да? Сейчас они будут, наверное, на них взрываться. Так, Кощей, по-моему, нам надо вот сюда перейти с тобой. А вот этих вот нужно в тамплиеров перевести, как можно быстрее. Эй, 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 тихо, 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 тихо. Неужели пробегут? Нет, не смогут пробежать. Не смогут. Во, скелетики пошли. Это уже хорошо, друзья мои. Это уже нормулечка. Так, морской дьявол, да? Ну, его быстренько мы, наверное, тут распетрушим. Заградительный огонь. То, что я и хотел. Как раз нам нужно прокачивать именно эту штуку. Так, здесь тоже надо будет прокачать. Куда-то не туда полетел у нас вот этот яд, друзья мои, по воде, но немножко не в ту сторону. Слушай, ну уже скелеты появились, и это хорошо. Нам нужно еще вот здесь вот тамплиеров с вами сделать. Так, ловчий, да? С лодки, что ли, пойдут? Ха, точно. Прикиньте, друзья, с лодки поперли ловчие у нас. Заградительный огонь не прокачан еще до сих пор. Но мы с ними, смотрите, справляемся довольно легко. Тут у нас еще костяные дракончики есть. Так. Отлично. Заградительный огонь. Так, ну что, друзья, я думаю, что нам нужно будет вот этого мага теперь еще прокачать, да? А то он как-то стоит здесь на отшибе ни туда, ни сюда. И не прокачанный, и вроде бы и урона не наносит. Так дело не годится. Вот это я понимаю. Вот это вот башня бомбит. Заградительный огонь есть? Есть. Так, тамплиеры, давайте там. Не расслабляйтесь. Ну, отлично. Так, следующего. Слушай, ну этот не только, ребята, на воду бросает бомбы. Он еще, смотрите, вон расстреливает как. И это круто, на самом деле. Это очень круто, что он помогает. Так, заградительный огонь. Это ладно, это все потом сделаем. Вот этого я хотел мага прокачать. И будет у нас здесь башня архимага, скорее всего. Так, ну что, ловчий... Ох, отшельник, друзья мои. Сейчас пойдет отшельник. Вы все прекрасно помните, да? Что этого хламона просто так не пробить. Ёлки-палки. Это что еще такое? Да ну! Вы что, сери... Ой-ой-ой, друзья мои. Да пошел ты козе в трещину. Ну, ты смотри, ребята. Я зря потратил просто ульту. Зря потратил. Он же сейчас тут достанет нас. Может быть, его как-то может вот эта лодочка подбить. Я, причем, правда, не уверен в этом. Но попытаться-то можно же. Ну, давай-давай-давай-давай. Вот этого вот отшельника бомби, пожалуйста, мне. Ну, ну-ну-ну-ну. Пока он, ребята, на воде, кстати, он уязвим. Ну! А он опять в свою ракушку спрятался. Я считаю, что это нечестно, друзья мои. Но есть. Каким-то чудом мы его просто сейчас подбили. Я не знаю, как это у нас получилось, но я рад, что так оно получилось. Ну что же. Башня Архимага, естественно, друзья мои, прокачивается у нас по полной программе. Если мы хотим с вами тут выживать. Так, ловчие 17 штук. И здесь кто? Кровокраб. Кровокраб. И боевой пёс. Кровокраб. Ну ладно, давай посмотрим. Что это за хлам? О! Так, кровокраба. Грозные воины, защищенные практически непробиваемым хитином с шипами. Мощная защита, неуязвимость для артиллерии и низкая скорость. Для артиллерии. То есть на пушке ему по барабану, да? А насчёт суперудара. Ого! Слушай, да он живучий, парни. Он очень живучий. Так, травите, травите его, пожалуйста. Да он на удар, смотрите, ребята. Любого ложат практически на удар. Так дело не пойдёт. Ну? Кровокраб вонючий, а ты посмотри. Ох ты, подбили мы его. Так, друзья, мне кажется, надо вот эту вот штуку, да? Восстанавливать. Часовню. Какое-то благословение будем получать с вами. Мне нужно обязательно это сделать, посмотреть. Так, давай-ка вот сюда выходи, потому что они уже здесь плавают вовсю. Там-то нам пока не нужен. Может быть, вот эту золотую рыбку нужно поймать, которая здесь прыгает? Может, какая-то анчивка будет, нет? Друзья мои, как вы думаете? Поймай её, попробуй, ага. Ну, вынырни, пожалуйста, рыбка. Нет, бесполезно, по-моему. Так, ну что, друзья, прокачиваем, наверное, мы с вами дальше. Заградительный огонь. Здесь, я вот думаю, может быть прокачать нам всадника смерти? А почему бы и нет? Неплохая, кстати, идея. Давай-ка мы вот здесь, наверное, с вами поставим ещё лучников, да? А этого мы не прокачали по фулке-то. 180 монет нужно, да? Ладно, сейчас мы это с вами сделаем. Морской дьявол, отшельник. Две штуки отшельников. Господи, только вот его не хватало здесь мне, блин. Ой, сейчас же будет фигово всё. На самом деле, сейчас будет очень всё, друзья. Я не буду ульту пока тратить. Я думаю, что пока не нужно. Видишь, да, что он делает? Он блокирует мне башни. Так, кстати, нам надо вот сюда перебраться, потому что отшельник будет здесь плавать. Так. И здесь тоже ползут, да? Партизаны. И здесь ползут. Ну, ладно. Хорошо. Предположим, друзья мои, предположим. Так, давай-ка вот этого отшельничка мы, наверное, с вами... Так. Ох ты! И здесь тоже идёт отшельник. Смотрите, друзья. Чё делать-то будем? Так, одного минусанули. Этого тоже убили. Слушай, ну неплохо. Пока неплохо, друзья. И... Нет! Нет! Да как ты можешь так делать? Я не пойму. Давай-давай-давай-давай-давай. Есть! Хух! Нам сейчас только что крупно повезло, друзья. Крупненько. Так, здесь тамплиерчики у нас появились. Кто у нас там? Воин приливов, да? А здесь боевой пёс. Ладно, это всё ерунда. Так, давай, Кащеюшка, иди-ка сюда. Да ну! Серьёзно, что ли? Так и есть, друзья мои. Значит, здесь нам выгодно ставить тогда магов тоже. Пускай будут маги. Ага, неплохо, кстати. Оу! Они даже не будут... Ёлки-плохо, я же забыл, чтобы хотели вот эту вот штуку с вами прокачать. 500, 500 нужно монет. Слушай, ну пока неплохо. Мы с вами вроде держимся здесь. Пока неплохо. Так, ну-ка иди сюда лучше. Хорош, что можно развлекаться. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ж происходит-то? Смотри, опять эти партизаны пошли у нас. Идут просто со всех щелей в наглую, пробиваются. Но мы тут тоже, ребята, как говорится, стоим, да, на обороне. Пробиваем. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Фу ты, чуть было не пробежал, друзья мои. Чуть было не пробежал. Так, Кащей, ты всё равно здесь ничего не делаешь. Давай-ка вот сюда мы тебя переместим. Будешь стоять здесь. Кто у нас тут? Ловчий опять отшельник, морской дьявол и ловчий. Вызываем, друзья мои. Краб. Краб идёт. Краб у нас очень-очень, так скажем, сильный, да? Именно в плане защиты. Нам нужно 500 монет, друзья мои, чтобы вот эту вот штуку прокачать. Ты смотри, что делает, а? Так, я что-то не понял. Они сюда всё-таки уже пошли нахрапом, да? Да, друзья мои, они пошли сюда. Ну? Почти, почти добили. Ну, чуть-чуть всё-таки не хватило нам. Так, он пошёл наверх. Я думал, если бы он сюда рванул бы, мы бы его здесь не удержали бы. Это точно тебе говорю. А тут ещё вероятность есть. Давай-ка, наверное... Тотем духов не выйдет, ни шаг. Да ты посмотри. Так. Кощей, давай-ка сюда с тобой перейдём. Да ты посмотри, он идёт просто в наглую. Я имею в виду вот этого вот прокраба. Офигеть, сколько нужно было сил потратить, чтобы его подбить. Так, тут ещё один отшельник идёт. Но... Будем сегодня убивать его или нет? Или будем тут смотреть, наслаждаться? Ну, давайте. Почему-то не могут, ребята, у нас пробить вот эти вот установки наши, да? С залпом. Ну, ну, есть. Фух. И то дыханием ядовитым мы его убили. Так, друзья, что я хотел сделать? Я хотел вот эту вот штуку прокачать. Во! Так, чем выше уровень восстановления, тем больше благословений. Ага. Ещё 500 нужно. Ещё 500. Ну, ладно. Нам всё равно одеваться некуда. Накопим ещё 500 энергии. Посмотрим. Так, а это что у нас, ребят, такое? Буревестник. Полководцы подводного народа призывают бури в помощь своим собратьям. Дальняя атака. Неуязвим для магии. И призывает шторм. Короче, для магии ему по барабану. То есть... Ну-ка посмотрим. Да нет, вроде бы как получает урон. Так, 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 тихо. Ага, башня практически не наносит ему урона. Вот что я понял. Значит, нам выгоднее тут лучников, естественно, ставить. Лучники хоть как-то помаленьку бомбят. Да? Потихонечку. Да, лучники довольно неплохо бомбят его. Слушай, ну вот эта вот грозовая туча, я ничего не вижу из-за неё. Понимаешь? Вообще ничего не видно. Ага, и в этой туче как раз враги проходят, да? Спокойненько. Понял я всё. Секреты их не разгадал я. Так, ну что, благословение, наверное, да? Прокачаем ещё одно. А, вот оно что. Милость Регнаса. Чего же так? Ну, значит, всего лишь три благословения будет здесь, да? У нас получается так. И вот таким вот образом мы, наверное, с вами можем бомбить. Хорошо. Одиннадцатая, ребята, у нас волна. Одиннадцатая волна. И, конечно же, ждём. Ждём и смотрим. Так, этого мага нам тоже нужен. Да ёпростый, ты прям... Ты бы ещё мне вот здесь, вот прям возле базы моей выставил бы. Своих вот этих вот китов. Или кто это, непонятно, друзья. Кто это такие? Ну, похоже на китов на самом деле. Так, пока... Пока всё у нас хорошо идёт. Справляемся мы с вами здесь. Загородительный огонь прокачан полностью. Так, здесь нам вот, конечно, чуму можно было бы неплохо прокачать. Да? Я думаю, она лишней не будет. Так, с дьяволами. Смотрите, как быстренько мы расправляемся. Слушай, надо удар по артерии. Нифига название. Так, башня здесь одна. Нет. Как раз с этим, да? С нашим мертвяком она там воюет. Так, ну, сокольничьей, я думаю, нам нет смысла прокачивать. А вот, святой Грааль, наверное, нужно. С вероятностью 20% комплиеры могут обмануть смерть при получении смертельного урона. Так, а этим-то я ещё ни разу не воспользовался. Хе-хе-хе. Надо хоть посмотреть, что она делает. Ну, вот, например, вижу я здесь... Оу! Подожди, а почему я не могу больше накопить? Я думал, что мы с вами... Так, по фулке я прокачал, короче, ребята... Наши, как это говорится, благословения, да? Рыг носа. А здесь я хотел тотем слабости, да. Тотем слабости, пускай будет. Ну что же, остаётся мне прокачать вот эту вот башню. Естественно, наверное, сделаем башню архимагов. Да, от них, по крайней мере, тут толк есть. Ну, от башни некромантов на самом деле тоже есть. Но при условии, что мы убиваем с вами... Вот эту вот врага на поверхности земли. Потому что в воде, конечно же, ничего не выходит. Так, тотем слабости. Давай ещё прокачаем. Вот так вот. Это у нас 13-я волна, да? Поехали, друзья мои. Поехали. Сюда вот тоже можно было бы, например, поставить, да? Лучников. Так, тихо. На акулах они тут. Да идите вы в лес. Идите вы в лес. Господи, вот лезут они здесь. Ну, давай, 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 уничтожаем. Как раз нам нужна здесь армия скелетов. Она будет... Так, это кто? Блин, буревестник, ребята, идёт. Ё-моё, его тут не хватало. Кстати, у нас есть благословение. Давай проверим, как оно... Как оно действует. Подбил, нет? Как думаете? Не знаю, подбил или нет. Я вижу, ещё один буревестник идёт. Ну, где, блин, это благословение? Столько денег потратил, да? Считай, полторы тысячи монет. Для чего? Для того, чтобы ничего не произошло? Фигня полнейшая, друзья. Полнейшая, блин, фигня. Эй! Нет, 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 друзья. Ну, куда же они там пошли-то? Как они умудрились пройти? Кто... А, это из-за буревестника, да? Вот так. Я его подбил, друзья мои, этого буревестника. Там ещё один. Там ещё один вылез. Смотри. Друзья, вот из-за них как раз-то мы и профукали здесь. Потому что вот в этом... Облаке мы их не видим в этих тучах. И они проходят, враги, спокойненько. Ну, вы будете бомбить этого буревестника или смотреть на него будем? Да, друзья, вот такие вот бывают просадки. Я считаю, что вот это вот полная фигня, блин. Столько денег вложил для чего? Непонятно. Для того, чтобы просто-напросто проиграть, да? Ладно, давай прокачиваем тут Грааль. Здесь, наверное, тоже, по идее, надо было... Так, ну что там? Ловчие отшельники, да? Смотри, смотри, что происходит, друзья мои. Смотри, ползёт. Я надеюсь, вы его тут забомбить-то сможете или нет? Этого краба. Давай, 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 давай. Как же ты долго копишься, а? Ну, серьёзно, как ты долго копишься? Вы что, серьёзно, что ли? Вы издеваетесь? Тут ещё и эти ползут. Ммм, что делать-то будем, друзья? Давай, так попробуй, наверное, да? Ага. Так, я смогу я его... Во! Отшельник, кстати, падает с удара, друзья. Это классно на самом деле. Ну, опять же, смотри, сколько нам приходится ждать. Очень долго, чтобы применить удар. Ать, даже прокачать не дал, гадёныш, а? Отшельник. Пляшивый. Пляшивый, друзья мои, отшельник. Ну, накопилось или нет? Нет, нифига не накопилось. Очень долго. Сейчас я почему-то... Вот, друзья мои, а вот и буревестничек ползёт. Собственно, персоны. И уже начинает здесь буянить вовсю. Давай сюда, наверное, его перемещать. Где он там? Ох, не пробили чуть-чуть совсем. Ты посмотри, что происходит. Ты просто тут ещё, смотри, и этот краб пошёл. Эй-эй-эй-эй, мне нужно, ребята, что? Мне нужен метеоритный удар. Пробуем. Фигня какая-то, да? Какая-то фигня. Где мой... Где мой Кощей? Да, давай, 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 Кощей. Бомби там по ним. Неужели, неужели справились? Да, друзья, по-моему, на три звёздочки мы с вами пройдём. Есть шанс такой. Да я его вот так добью. Есть. Сколько? Три звезды или две? Три. Фух. Отлично, друзья мои. Слушай, ну очень сложно на самом деле, да? И у нас с вами... Что? Ага, вот здесь. Это будет следующая миссия. Затонувшая цитадель. Ну, естественно, мы, друзья, её будем проходить уже в следующей серии. Ну, а на этом пока что всё. С вами был Рэй. Всем удачи. И до новых скорых видосиков. Субтитры подогнал «Симон»!